Первые два вопроса 20-го заседания Совета депутатов напрямую относятся к имущественному блоку. Московская область обратилась в муниципалитет с просьбой принять на баланс пять квартир в первом корпусе дома, 1А по улице Рудакова, которые когда-то были предоставлены сотрудникам Чкаловской школы-интерната. Депутаты предложение поддержали. У граждан появится возможность приватизировать свое жилье, при том, что остальные квартиры в доме уже в собственности. Теперь эти квартиры будут у нас в казне, и в случае, если люди захотят приватизировать, а также просто все, что связано с этим имуществом, они будут обращаться в нашу администрацию, а не писать письма в Московскую область. Второй вопрос, касающийся передачи имущества, также был решен положительно. Речь идет о земельном участке в 10 соток, расположенном на углу дома номер 12 по Пролетарскому проспекту. Земля находилась в собственности Московской области. Теперь муниципалитет может заняться развитием территории, о чем неоднократно просили жители микрорайона Солнечный. Администрация обратилась в Министерство имущественных и мирных отношений Московской области для предоставления участка в муниципальную собственность. Министерство согласилось, мы подготовили соответствующие проекты решения. На этом же заседании, после довольно продолжительного обсуждения, депутаты приняли отчет об итогах работы за год Управлением ВД России «Щелковская». По словам руководителя ведомства Владимира Каткова, подразделение работало в полную силу и заняло восьмое место среди 18 отделов области. Начальник управления отметил, что значительную долю преступлений составляет мошенничество с банковскими картами. В 2019-м их количество возросло на 47% до 283, и только каждое пятое удается раскрыть. Часто в полицейских сводках появляются обращения граждан, к которым незнакомые люди навязывают замену газовых приборов, электросчетчиков и другие услуги. В настоящее время почти сильная печь. Страдают люди, как правило, в низкой социальной защищенности. Реки, дети, живые, инвалиды. Прошу вас, прислечься с вашими избирателями, с населением, доводите эту информацию. Депутаты попросили Владимира Каткова напомнить участковым и полномоченным полиции, чтобы те приглашали их на собрание. Такой диалог, по мнению парламентариев, будет способствовать установлению доверительных отношений между жителями и сотрудниками полиции. Говоря об итогах работы ведомства, парламентари остановились на выполнение программы «Безопасный город». Она предусматривает использование камер видеонаблюдения в раскрытии преступлений. Сегодня полиция располагает данными с более чем 2000 устройств, что, по мнению Владимира Каткова, все еще недостаточно. Так как «Безопасный город» — это наша программа, и нам надо понимать, закладывать деньги в бюджет на развитие этой программы, сколько, где нуждаются, где непосредственные места совершения преступлений, но при этом нет видеонаблюдения и усложняется, естественно, раскрытие данных преступлений. Завершив обсуждение основных вопросов, депутаты перешли к разделу «Разное». Член фракции «Справедливая Россия» Игорь Шариков предложил коллегам направить в Госдуму законодательную инициативу об установлении порядка проведения заседаний Совета, когда отдельные депутаты в период особого режима находятся на удаленке. Большинство парламентариев коллегу поддержали. Еще одно обращение, на этот раз от депутата Олега Антонова, Совет направит в администрацию. Запрос касается исполнения отдельных муниципальных программ, в которые депутаты вносили свои предложения. По мнению народных избранников, настало время сверить часы, а где-то поменять приоритеты. Щелковское телевидение